привет альбуш красотка красотка всем 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 добрый вечер здравствуйте сегодня у нас видите вот такой необычный формат видео я у меня была такая идея сделать с мамой телемост и я написала даже об этом вернее и сказала об этом что я буду делать вернее попытаюсь сделать такой вот телемост и посмотрю как мне это получится вот видите на самом деле я вижу маму сегодня впервые до после такого долгого нашего отсутствия да когда это был последний раз декабре рождеством мы приезжали когда да вот завтра значит 1 апреля да никому не верю и сегодня я первый раз вот увидела маму видите и ты меня тоже мы же мы же не созванивались вот так на видео звонки нет 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 мы только голосовые сообщения и просто телефон да 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 ну вот сегодня знаешь вот очень многие подписчицы но всегда всегда меня и в инстаграм и на фейсбук всегда интересуются мамой твоим здоровьем всегда интересуются спрашивают как ты передают тебе самые наилучшие пожелания пожелания скорейшего поздоровления что ты пошла бы стоя на поправку чтобы ты до всегда была здорова вот и в общем очень такие теплые слова передают свой адрес поэтому всего тебе доброго да поэтому большое спасибо вам огромное спасибо что вы думаете обо мне не забываете желаете мне всего доброго я вам желаю тоже только здоровья сейчас только только здоровья спасибо вам огромное за все да ну вот знаешь что вот одна из моих подписчиц сказала мне недавно одну такую интересную вещь ну и на самом деле наверное это так и есть что люди с таким вот легким и добрым характером и с таким вот жизнерадостным отношением жизни вот допустим как моя мама да они выздоравливают и восстанавливаются гораздо быстрее чем те которые наоборот да те которые купят себе какой-то негатив постоянно на что-то обижаются взлятся и так далее вот вот я думаю да я думаю что она права потому что вот ты этому есть пример да потому что операция была достаточно но очень сложная да и конечно шок был у всех и у тебя и у нас и стресс который ты испытала и похудела и все но ты знаешь даже вот вот когда у меня был стресс у меня даже поднялся сахар да да ну конечно меня замучили меня вызывали несколько раз вот клинику диабетическую клинику и она назначала мне даже вот я должна была в марте сдавать кровь уже повторно потому что у меня было ну у меня не было высоко но был барьер да да барьер да между на границе и началом уже высокого это высокого содержания сахара но там как сейчас карантин начиная позвонила и говорит наверно где-нибудь в сентябре в октябре мы с тобой увидимся а кен мне купил вот этот шоуга вайза измеритель да да и я теперь дома сама проверяю себе сахар и вот я значит двадцать седьмого вот когда мне нужно было идти проверять сахар я его сама себя проверила и меня лоу показала лоу значит низкий низкий уровень да так что сейчас я могу есть и конфеты и все но я правда когда мы отдыхали я тоже там не могла сдержаться и всякие бисквитики ела ну ты расскажи вот как вы съездили так недолго в двух словах как вы съездили в Испанию вот вам хорошо что вы вернулись до вот этого карантина вам прям повезло хочу сказать что хорошо мы съездили и вовремя вернулись да мы съездили мы были в Миниторме с друзьями 6 дней отдыхали там приехали 1 числа 1 марта и 2 утром у нас вот только ночь была чтобы только поменять вещи уложить вещи совершенно другие чемодан и опять таки поехать в аэропорт а уже в Малаге мы отдыхали с его сестрой с его с ее мужем с мужем брат брат приезжал к мужу ее мужу и значит с женой ну такая была хорошая компания но мы вовремя вернулись 9 часа мы вернулись и я даже удивилась я прочитала там в интернете что в Малаге уже несколько зараженных я еще думаю почему не объявляют ничего а вот мы вернулись а брат уже не смог вернуться вовремя он задержался там еще на 2 или на 3 дня потому что там все было закрыто то есть нет подожди он задержался потому что он просто ну у него так поездка была дольше чем у вас то есть вы уехали? да у него было 3 недели у Нины было 10 дней а у нас было 8 дней и мы на 2 дня раньше приехали чем Нина Нина успела выехать тоже хорошо а вот брат его он уже как бы немножко задержался там что-то их поддержали я не знаю почему но почему-то задержали 2 дня или 3 дня он находился в отеле закрытыми они все были закрыты в отеле вот ну а сейчас мы на карантине тоже 12 недель у нас карантин как мы приехали ну тут я немножко поработала в субботу пошел на работу и ему сказали что ты находишься в зоне риска иди пожалуйста 12 недель домой отдыхай вот ну оплачивают ему 80 процентов да его это предприятие или как называется компания компания да компания вот ну не только он там их много таких и сейчас и Кевин вот его друг и еще один друг они все всегда дома и перезваниваются шутим тоже так же вот смотрим ну вы никому не ходите да Альгуша вы же ни к вам никто не ходит да нет 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 а продукты как вы продукты продукты у нас вот с одной стороны живут молодые вот Тиффани вот я смотрю она сейчас пришла Тиффани и с другой стороны Шон и Вилин они тоже молодые вот и через дверь живет его правнучка его внучка его внучка и они когда идут в магазин и со всех сторон нам звонят что вам прикупить там что вам принести все упаковывают в какой-нибудь пакетик и ставят возле дверей мы открываем дверю а на подоконничек кладем денежку мы не открываемся даже не видим друг друга они вот оставят возле подъезда ну возле дверей позвонят нам в дверь а сами уходят мы открываем смотрим да берем но смотрим там если чек есть мы значит сразу отдаем денежку кладем на подоконник они забирают а если нет чека вот Тиффани я говорю Тиффани сколько я тебе дам нам потом рассчитаемся как хорошо что такие вот соседи вот есть да молодые и ну вообще и они прям заботятся о нас прям молодцы молодцы вот так мы никуда не выходим мы сидим дома слушай я смотрю у тебя отросли волосы и ты покрасилась другой цвет да а ты знаешь почему я покрасилась другой цвет потому что я не нашла я же никуда не выхожу и этот цвет я не могу найти понятно и мы смотрели и я через онлайн заказала себе другой номер и этот только другой номер и у меня вот видишь какой получился слушай ну хороший мне очень нравится да 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 и у меня отрос волос потому что ко мне никто не ходит никто меня не стрижет я знаю что думаю я думаю что мы к концу карантина мы все зарастем у меня тоже вам слушай у меня тоже будет такая же челка и такие же длинные волосы и вообще я не знаю что я буду делать с собой но покрасить то я покрашусь а вот я хочу поставить челку конечно это будет беда я тоже не могу ничего сделать вот боги моя не придет ко мне потому что она маленькая да я и сама не хочу чтобы она ко мне пришла нет конечно вы сидите дома никому никому не Ольгуш ну а чем вы занимаетесь на карантине я знаю что когда была погода теплая вы возились в саду я всем так и сказала что говорю пока погода теплая была теплая погода мы возили в саду Кен приготовил мое испанское кафе мы там сидели завтракали ужин или обедали просто сидели музыку слушали ну знаешь он включает музыку и мы танцуем все потому что нужно шпилиться ну конечно он танцуем да потом он поет мы танцуем ну вот он хочет немножко у нас вот установится погода он вынесет свою аппаратуру и будет играть в этом для всех да для всех чтобы все послушали слушай здорово ну ты сделай пожалуйста видео обязательно я сделаю да сделаю ну сейчас погода видишь когда ты говорила то снег то дождь у нас да то град был и я прям смотрю в окно господи град говорю Кен град потом смотрю солнце потом смотрю дождь потом смотрю опять снег лопьями ну что такое а вот сегодня просто пасмурно но очень холодно да поменялось да ну а он занимается машинами вчера мы с ним рассматривали его фотографии у него несколько чемоданов таких больших с фотографиями мам 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 за 76 лет то можно накопить чемоданы и фотографии ну да клянусь ты подожди немножко я пойду сейчас тебе соку налью ладно да хорошо давай у мамы там на голове непонятно что там какой-то такой хвостик торчит вот на холодильнике у нее видите вот эти вот магнитики она как будто приехала в Англию да она стала их собирать куда вот они ездили и все вот увешала у меня да у меня очень много вот этих вот магнитиков а ты услышала что я сказала что ли да да я слышала да где я бываю я всегда привожу и потом я смотрю где я бываю и я когда прихожу к тебе и я когда к тебе приезжаю нет места ну понятное дело нет места нет места я не знаю куда еще буду я вешать вешать да не знаю пока подожди пока не собирай пока карантин да ну что я еще делаю на карантине я читаю да конечно как все трассворды решаю да ну мы с Кеном танцуем телевизор смотрим ну как все да общаемся по скайпу вот с подружкой слушай как хорошо как хорошо что есть интернет да что бы мы делали не знаю как бы мы вот общались как бы мы смотрели виделись друг с другом уже все что сегодня сегодня так как то сегодня мне позвонила Машка сегодня мне позвонила дочь она все время занята знаете ну она очень много работает у нее свой частный клуб клуб художествен Un mathematics и конечно она много работает да потому что работает естественно на себя с утра и до вечера и вот она сегодня Ну нет, конечно, нет, она сейчас, она говорит, мама, я балдею, она говорит, я дома, муж рад, Вова рад до смерти, говорит, жена дома, печет плюшки, делает блинчики, говорит, все время, она говорит, я очень недовольна, говорит, хожу в пижаме, то есть, но она сказала, что она переведет свое вот это вот, эти свои тренировки онлайн, у них есть достаточно такое пространство большое, да, и она вот вчера своих близняшек тренировала, и вот, значит, онлайн будет проводить тренировки, подключить там сколько-то человек, да, групповую такую создаст тренировку. Ну вот, наверное, как бы и все, да, давай тогда будем говорить до свидания нашим с тобой девочкам, нашим с тобой подписчицам, ну смотрите, если вам понравился вот такой формат видео, то мы, наверное, не против, да, Альбуш, повторить с тобой, да, мы же теперь дома, да, время у нас есть, да, поэтому пишите свои комментарии, что вы думаете об этом, и да, вот еще хотела сказать, или мы оставим это в другом видео, давай, наверное, мы это оставим в другом видео. А что ты хотела сказать? Да я хотела тебе, да я хотела просто спросить тебя, чтобы ты сказала девочкам, как ты идешь на поправку, вот, что тебе, не как ты идешь на поправку, а что тебе пока сейчас нельзя, ну вот смотри, ты встала сейчас, прошлась, все, что тебе нельзя, допустим, делать, да, вот, что именно, что тебе врач, как бы. Ну да, да, что мне врач пока запрещает поднимать вот больную ногу, как бы, да, на 45 градусов, потом сгибаться на 90 градусов, то есть вперед я сгибаться не могу. Ну так ты и так, и так не сгибалась, наверное, да? А? Ты, наверное, так и так не сгибалась, зачем тебе сгибаться на 90 градусов? Нет, ну, например, вот если мне застегнуть, допустим, ботинок там или босоножку или туфлю, да, я не могу сейчас, это мне делает Кент. Ну видишь, как хорошо. Носок надеть я тоже не могу, нужно нагнуться и ногу поднять себе вот так на 45 градусов, я этого делать еще пока не могу, но это пока временно, конечно. Ну да, да. Ну, может, через год-то я уже буду все это делать, но дело в том, что вот мне нужно было идти в физиотерапевту, но так как вот карантин, нас это, он позвонил и говорит, что давайте мы перейдем, может быть тебе нужен физиотерапевт или нет, я говорю, да, мне еще нужен, он говорит, ну давайте тогда перенесем на более другое время, более нормальное время. Я говорю, ну давайте, ну вот, а так-то, так-то я себя чувствую нормально, хожу, бегаю по лестницам даже хожу, раньше я вот не могла ходить, подниматься и спускаться, а сейчас прям бегаю, сейчас нормально. Молодец, но ты же на этом боку пока еще не спишь, да? Вот на правом боку ты пока не спишь. Мне можно, он мне разрешил спать на правом боку, но я пока так немножко повернусь, но, не знаю, берегу пока себя. Ну да, да, ну ладно, хорошо. Может быть, попозже я буду поворачиваться. Ну ладно, тогда, ну говори, говори. А так все нормально, спасибо огромное всем. Ну все, все, ну все тогда, давай, наверное, тогда скажем всем, благодарим за просмотр, да, за ваши комментарии, ждем ваши комментарии и всем до свидания, всем желаем здоровья. Пока-пока. Пока. 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 Пока.